Магнита – один из сильнейших героев комиксов. Он владеет электромагнетизмом, одним из четырёх фундаментальных взаимодействий во Вселенной. Взмахом руки он может разоружить целую армию, сломать электроприбор силой мысли и даже повредить чью-то нервную систему. Но обычный человек никогда бы не смог сделать что-то подобное. Это всё только в комиксах. Или нет? Вам не нужно быть мутантом, чтобы манипулировать электромагнетизмом. Человеческое общество научилось управлять им с момента, когда Майкл Фарадей создал первый электрический мотор в 1821 году. Управление электромагнетизмом изменило наш мир настолько, что люди, живущие 200 лет назад, не могли бы даже его представить. Мы используем его не только чтобы снабжать электричеством наших города, но и в запоминающих устройствах, мобильных телефонах, электрических замках и колонках. Но это то, чего человечество может добиться в своей сумме, используя развитую инфраструктуру и продвинутые механизмы. Мне интересно знать, может ли простой человек, вроде вас или меня, заполучить способности магнита, используя прибор, который каждый смог бы носить с собой? Аварии, связанные с машинами МРТ, показывают, насколько сильными могут быть созданные человеком электромагнитные поля. В МРТ засасывало стулья и целые больничные койки. Иногда их затягивало с такой силой, что они убивали людей, случайно оказавшихся на их пути. Магниты в МРТ настолько сильные из-за суперпроводников, используемых в них. Обычный электромагнит легко сделать, просто обмотать провод с хорошей проводимостью, например, медный, вокруг куска металла. Когда электрический ток проходит по проводу, он намагничивает металл. Чем сильнее ток, тем сильнее намагничивается металл. Но есть одна проблема. Величина напряжения ограничена сопротивлением. Чтобы понять, что такое сопротивление, вам необходимо знать, что электрический ток – это поток электронов. Эти электроны движутся сквозь проводящий материал, как медный провод, например. Сопротивление возникает, когда электроны сталкиваются с атомами, двигающимися внутри провода. Суперпроводник же сделан так, что атомы в нем перестают двигаться. Это убирает все сопротивление, и сила тока совсем не теряется. Именно это позволяет нам создавать сильные электромагнитные поля. Единственная проблема с суперпроводящими материалами в том, что они работают только при очень низких температурах. И когда я говорю «низкая температура», я не имею в виду вашу морозилку. А хочу сказать, что температура должна быть ниже 30 кельвинов. Для достижения настолько низкой температуры необходимо огромное количество энергии и куча специального оборудования. Именно это делает сильные электромагниты недоступными для использования в повседневной жизни. Но ученые не сидят на месте. В 1986 году группа ученых в IBM разработала керамику, которая может становиться суперпроводимой при температурах выше 30 кельвинов. За это открытие они получили Нобелевскую премию. Сейчас у нас уже есть вещества, которые могут становиться суперпроводимыми при температурах выше 138 кельвинов. Основная цель этих исследований – создание суперпроводников, способных работать при комнатной температуре. Физик-теоретик Миттио Каку считает, что у нас будут такие материалы еще до конца столетия, и устройства с их использованием очень сильно изменят мир. Удаление электромагнитного сопротивления радикально снизит стоимость электричества, а также уменьшит уровень загрязнения окружающей среды. Также произойдет революция в сфере транспортировки, позволяя машинам на магнитной подушке использовать всего лишь малую часть той энергии, которой машины используют сейчас. Говоря об обычных людях, суперпроводники дадут вам возможность иметь сильнейшие электромагниты. И так как вам не понадобятся вспомогательные устройства для их охлаждения, они также будут очень маленькими. И даже настолько маленькими, что смогут поместиться у вас на ладони. Таким образом, как и магнита, вы сможете притягивать или отталкивать любые предметы, сделанные из металлов. Несмотря на это, у вас будут некоторые ограничения, с которыми магнита не сталкивался в комиксах. Так вы будете ограничены вашей силой и весом. У вас будет возможность воздействовать на предметы на расстоянии, но машину к себе притянуть не получится, потому что ваше магнитное поле быстрее притянет вас к машине, чем машину к вам. Установив магниты на свою обувь, вы сможете летать над металлической пластиной, но не над землей, как это делает магнита. Но вы также сможете сделать то, чего магнита не может. Вы сможете оттолкнуть человека, не имеющего никаких металлических вещей на себе. Так у ученых получилось, используя сильные магнитные поля, заставить жабу левитировать. Дело в том, что вода внутри жабы диамагнитик, и на нее можно воздействовать электромагнитным полем. То же самое может сработать и с человеком. Если вы выстрелите в него достаточно сильным полем, вода в теле оттащит его назад. Как вы можете себе представить, это было бы очень неприятно, или даже опасно для здоровья. Но проблема тут еще в том, что создание такого сильного электромагнитного поля было бы опасно и для вас. Так что вам пришлось бы создать специальный резервуар вокруг вашего магнита, чтобы защитить себя от электромагнитного поля, а также сконцентрировать его и направить в нужном направлении. Но чтобы использовать все удивительные возможности, предоставляемые электромагнетизмом, нам не обязательно создавать сильнейшие поля. Так что нам даже не нужно ждать появления суперпроводников. Ученые компании Eureka Aerospace уже создали достаточно мощное электромагнитное оружие, которое способно отключить движущийся автомобиль. Также они обещают создать малую модель для ручного использования в ближайшие пять лет. И как я уже говорил в прошлом выпуске Science Friction, электромагнитные поля могут иметь огромное количество эффектов на человеческий мозг. Они могут сделать человека безразличным, вызвать галлюцинации, забрать у человека возможность говорить и даже изменить чей-то моральный компас. Для всего этого не нужны сильные электромагнитные поля, нужны всего лишь хорошо направленные. Лично я абсолютно готов получить все невероятные силы, предоставляемые электромагнетизмом. А также, я полностью уверен, что буду использовать их только на пользу человечества. И если я в конце концов захвачу мир, не волнуйтесь, я точно не буду вести себя как козел. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. А также, дайте мне знать, какую суперсилу хотите вы. Хочу выразить отдельную благодарность подписчикам на сайте patreon.com, которые помогают существованию этого канала. Чтобы узнать, как и вы можете помочь, проходите по ссылке в описании.